Вести Карачаева, Черкесия Глава Республики Рашид Тимрезов провел совещание, на котором были подведены итоги работы правительства за первое полугодие текущего года. Члены правительства также рассказали о ходе реализации 12 нацпроектов на территории Республики. В год столетия идет строительство, ремонт и реконструкция 125 различных объектов. Примерно столько же пройдет мероприятий с участием различных категорий граждан, которые охватывают образовательную, социальную, культурную и другие сферы. Профильные министры доложили о сроках и графике производственных работ. Новый объект – это сотни новых рабочих мест. Необходима синхронизация строительных и отделочных работ с кадровым наполнением новых объектов образования, здравоохранения и культуры, подчеркнул Рашид Тимрезов. Что касается социально-экономического развития Республики, то плановые и фактические показатели озвучил министр экономического развития Алина Кохов. Глава Республики отметил, что на фоне санкций со стороны зарубежных государств наша задача – задействовать все имеющиеся ресурсы и механизмы поддержки нашей экономики, предпринимательства, организации промышленности и сельского хозяйства, принимать меры не только для сохранения рабочих мест, но и формировать новые. На базе Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования поисково-спасательной службы. Мероприятие началось с торжественного митинга у мемориала, установленного заслуженному спасателю Российской Федерации Вячеславу Михайловичу Дзираеву и возложения цветов. С 30-летием службы от имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова собравшихся поздравил Хазарчакуев. «Спасатель не просто работа, это образ жизни, характер и поступки», – сказал в обращении Хазарумарович. «На протяжении 30 лет спасатели нашей республики выполняют задачи по оказанию помощи людям на высоком профессиональном уровне. Об этом свидетельствует то, что Карачаево-Черкесский поисково-спасательный отряд не раз был признан лучшим в России». Особые слова благодарности были озвучены в адрес ветеранов поисково-спасательной службы за вклад в становление спасотряда, за многолетний труд, самоотверженность и готовность к выполнению служебного долга в любых условиях. За большой вклад в становление поисково-спасательной службы МЧС России, успешное и эффективное решение сложных и важных задач по защите населения на территории страны, за рубежом от чрезвычайных ситуаций, преданность делу, скромности, мужества, а также в связи с 30-летием со дня образования поисково-спасательной службы, 17 ветеранов были отмечены медалями ветеран поисково-спасательной службы. Открытие нового детского сада планируется в Усть-Жигуте. Его строительство осуществлялось в рамках нацпроекта «Демография». На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет уже 99%, а завершение строительства планируется к 1 сентября текущего года. Напомним, благодаря реализации нацпроекта «Демография» в 2021 году на территории Карачаева-Черкесии введены в эксплуатацию 12 объектов дошкольного образования в общей сложности на 960 мест. В северной части Черкеска открылось терапевтическое отделение. Теперь люди, проживающие в региональной столице по улицам от Кавказской и далее в сторону нового микрорайона, будут обслуживаться в здании филиала городской поликлиники по улице Свобода. Здесь же есть возможность пройти узкопрофильных специалистов. Об этом рассказывает исполняющий обязанности терапевтическим отделением филиала поликлиники Черкеска Белла Дзамихова. Наш филиал городской поликлиники будет осуществлять амбулаторно-поликлиническую помощь в том же объеме, что и осуществляет городская поликлиника «Основной корпус». На сегодняшний день мы уже ведем полноценный прием терапевтами, терапевтической службой, производим забор анализов, всех анализов, общий анализ крови, биохимический анализ крови. По всей стране сейчас стартует программа модернизации сельских почтовых отделений. Такое поручение президент страны Владимир Путин озвучил на съезде «Единой России», и оно стало одним из пунктов народной программы партии. Более того, за каждым почтовым отделением, проходящим модернизацию, закреплен депутат, который несет личную ответственность за качественный и своевременный ход ремонта. На минувшей неделе депутат Народного собрания Республики Фатима Карданова оценила ход строительных работ в почтовом отделении в селе Красный Восток Малокарачаевского района. В Карачаево-Черкесской Республике под эту программу, под модернизацию попало 15 почтовых отделений в семи районах Карачаева-Черкесии. На каждом объекте объем ремонтных работ немножечко отличается. В зависимости от состояния самого почтового отделения, где-то вошли внутренние работы и наружные работы, где-то только внутри. Но для нас самое главное, что внутренняя часть, она будет отвечать всем современным требованиям, как пожарной безопасности, так и по видеонаблюдению, и по техническому наполнению, которое, конечно же, должно вылиться в какую-то пользу для населения, для людей. Для нас очень важно, что почтовое отделение дополняется новыми смыслами, новым функционалом. Департамент проектной деятельности правительства Российской Федерации на базе корпоративного университета Сбербанка провел конференцию, посвященную реализации нацпроектов на территории Российской Федерации. Карачаево-Черкесию на мероприятии представил заместитель руководителя регионального проектного офиса Карачаева-Черкесии Мурат Гачияев. Обсужден вопрос открытия новой системы управления нацпроектами, оптимизации процессов и инструментов проектной деятельности, новые инструменты управления, лучшие практики реализации нацпроектов и улучшения обратной связи между сотрудниками проектных офисов субъектов Российской Федерации. В Кисловодске на базе Национального парка Кисловодске в Питьевом зале Нарзанной галереи прошло открытие выставки звездного фотографа Ольги Бабенко, посвященной карачаевской породе лошадей. Помимо этого, для посетителей выставки был организован просмотр двух документальных фильмов о карачаевской лошади. Выставка открыта для посетителей до конца августа. Комментирует информацию начальника отдела экологического просвещения Национального парка Кисловодске Виктория Юферева. Наша выставка, она комплексная. Это не только эстетика такой замечательной породы карачаевской лошади. Это, конечно, еще очень важный рассказ о происхождении породы, о происхождении верховой езды, о происхождении коневодства, об истории его непростого развития. Поэтому выставка у нас, на мой взгляд, получилась очень интересной, насыщенной. И мы приглашаем всех посетителей к нам в Национальный парк Кисловодске. По иску прокуратуры Республики признан недействительным договор купли-продажи земель, имеющих рекреационное значение. Основанием для подачи заявления послужили нарушения при заключении между управлением градостроительства и архитектурой мэрии Черкеска и акционерным обществом распределительная сетевая компания договора купли-продажи земельного участка площадью более двух гектаров, расположенного на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Решением арбитражного суда Карачаева-Черкесии исковые требования прокуратуры Республики удовлетворены. Суды обеих инстанций пришли к выводу о том, что распоряжение земельными участками, имеющими рекреационное значение, носило незаконный характер и нарушало земельное и градостроительное законодательство, а также переводило к ущемлению прав граждан, жителей и гостей Черкеска. Суд обязал распределительную сетевую компанию возвратить указанный земельный участок в муниципальное образование города Черкеска. Решение суда вступило в законную силу. Его фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры Республики. В колонию строгого режима отправится отбывать наказание местный житель, осужденный за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Прикубанским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Республики. В суде установлено, что подсудимый, будучи лишенным права управления транспортным средством, должных выводов не сделал и вновь сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, создавая угрозу безопасности дорожного движения. Преступные действия водителя были пресечены сотрудниками отдела МВД России по Прикубанскому району, когда автомобиль был оставлен, а водитель отстранен от управления транспортным средством. Приговором Прикубанского районного суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в колонии строгого режима, с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года и 6 месяцев. На территории Карачаева-Черкесии участились случаи дистанционного мошенничества. Под различными предлогами аферисты пытаются завладеть сбережениями и персональными данными граждан. МВД по Карачаево-Черкесии призывает к бдительностям, придерживаться простых правил поведения, если вам поступил подозрительный звонок. Связывайтесь сами с родственниками, если вам сообщают, что с ними случилась беда. Положите трубку, если вам сообщают по телефону о необходимости произвести некую оплату или перевод. Перезвоните сами в организацию, откуда поступил звонок. Никогда никому не сообщайте реквизиты своей банковской карты, особенно коды, расположенные на оборотной стороне. При покупке товара с рук через частные интернет-объявления никогда не соглашайтесь на предоплату. При совершении денежных операций через мобильный банк никогда не сообщайте пароли и СМС-коды третьим лицам. Они предназначены только вам. Если же вы стали жертвой злоумышленников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102. В Карачаево-Черкесии прошел фестиваль «Кавказская кухня Кунак-2022», на котором кулинары из 10 регионов страны разыграли Кубок главы республики. Была организована бесплатная дегустация блюд кавказской кухни от 50 поваров. В честь векового юбилея республики было приготовлено по 100 килограммов блюд. Во второй день фестиваля кулинары из 10 субъектов страны поборолись за звание «Кунак-2022» Кубок главы Карачаева-Черкесии ценные призы. По итогам двух туров по приготовлению блюд из баранины и речной форели жюри признало лучшими поваров из Перми. Второе и третье место заняли кулинары из Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии. Сотрудники МЧС приняли участие в обеспечении безопасности на Всероссийском фестивале фольклора «На веки с Россией». Масштабные мероприятия прошли в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» и собрали множество гостей и жителей региона. Инспекторы территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Черкесску, а также сотрудники Центра ГИМС совместно со спасателями аварийно-спасательной службы провели инструктажи с отдыхающими в местах празднования и отдыха и напомнили жителям республики основные правила пожарной безопасности, то, как предотвратить происшествия на воде. Сотрудники МЧС в очередной раз довели до граждан, что соблюдение правил безопасности важно и в местах массового отдыха людей. В ближайшее время в республике начнет функционировать первый молодежный проектный офис. Сейчас организаторы готовятся к открытию, намеченному на август. Его задача – дать молодежи возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Об этом сообщил советник министра по делам молодежи республики Расим Попшов. Будучи председателем студенческого совета, в свое время видел то, что у нас есть очень много талантливых ребят, которые просто не знают, куда идти, как обратиться, как правильно развить свой проект и так далее. И со всем этим я тоже сталкивался. И набив определенное количество шишек, я понимаю, что если у нас будет в республике такая площадка, где ребята смогут спокойно приходить, работать и развивать свои проекты, это будет плюс не только им, что они получат грантовую поддержку, будут реализовывать свои проекты. Это будет плюс республики, потому что все грантовые средства привлекаются в республику. С 9 по 15 августа Высокогорный Северокавказский форум «Махар-2022» соберет около 100 участников из всех регионов СКФО и Южного федерального округа. У молодежи появилась возможность получить новые знания и грант до 500 тысяч рублей. Реализовать свои идеи можно в следующих направлениях – социальное проектирование, студенческий туризм, творчество, креативная индустрия. Подробности сообщил директор форума Расул Динаев. Участниками форума станут 100 активных ребят со всех субъектов СКФО и Адыгеи. Поскольку форум посвящен 100-летию Карачаева-Черкесской республики, поэтому мы помимо субъектов СКФО добавили число участников ребят из Адыгеи, потому что там тоже 100-летие. Организаторами форума выступают Министерство по делам молодежи, Карачаево-Черкесский госуниверситет, региональное отделение Российского союза молодежи и высокогорный креативный кластер. В Карачаево-Черкесии впервые состоялся всероссийский турнир по футболу среди девочек. Соревнования были приурочены к столетию Карачаева-Черкесии. По итогам турнира призовые места заняли следующие команды. Первое место – футбольная команда «Нарт» из Черкеска. На втором месте – спортсменки из Владикавказа. И третье место заняла команда «Дружба» из Станицы Удобная Краснодарского края. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь с грозой и градом. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западное направление 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 32 градуса. В горах местами до 22 градусов тепла. В Черкесии переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западное направление 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до отметки плюс 31 градус. Это были все главные новости Карачаева-Черкесии. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Реклама Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 211725. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку. Не впадайте в панику, не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они не представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Вам прислали ММС или ссылку с неизвестного номера. Не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение. Не устанавливайте приложение из непроверенных источников. Пользуйтесь антивирусным программным обеспечением. Подключите бесплатную услугу StopContent. Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. Оставайтесь бдительным. Не предпринимайте поспешных решений и при первых же подозрениях откажитесь от сделки. Встречайтесь с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный способ совершения покупки. Передавайте деньги незнакомому продавцу только лично в руки. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Вас просят воспользоваться вашим мобильным телефоном для срочного звонка. Убедитесь в добропорядочности обратившегося за помощью. В противном случае под любым предлогом откажите в просьбе. Не отдавайте телефон, если к вам обратились в темном или безлюдном месте. Наберите необходимый номер телефона и только после этого передавайте трубку. Следите за действиями звонящего. Не позволяйте заходить в меню телефона «Отправлять СМС». Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Вы слушали Радио России. Карачаева Черкесия. До новых встреч!